Дневной рубеж Компании банков, учреждений России и Белоруссии То есть фактически они уже объявили Эту кибервойну А Запад активно в этом Помогает обосновать Сам себе Запад обычно помогает Обосновать любой вид Агрессии, так было всегда Потому что В случае с Югославией Югославский режим сделал что-то Якобы не так, в случае с Ираком Пробирку откопали, вот сейчас они Массово тоже предъявляют пробирки Это даже ощущается по новостным темам Которые появляются Спецслужбы Великобритании вдруг заявили Что российские хакеры Взломали там какое-то из подразделений Шпионских Их правительства, причем Данные о сотне британских новобранцев Которые занимались шпионажем Якобы получены русскими хакерами То есть вот они сейчас некое обоснование выдвигают Видимо чтобы мстить, даже если посмотреть Кока-Кола вдруг почему-то объявила Что расследуют данные о каких-то атаках Хотя там речь о простом вымогательстве По-моему идет, вполне возможно что Украинские же хакеры и пытаются заработать Я сейчас никого не обвиняю Но следов пока не видно То есть размещают они сейчас Такие точки По которым будут обвинять Москву, Россию Чтобы легализовать Или как-то легитимизировать Свои же атаки По киберпространству Российскому Ну и Платя 6 мая Неформальный саммит Неформальное заседание В ООН В Совбезе будет Наша сторона его инициирует Неформальное Ну потому что в общем там Не все на него Обязательно должны приходить Гутерриш там понятно Не обязательно Но хоть кто-то придет И включится в Процесс по вот этой Деанонимизации Нацизма На Украине И не только на Украине Потому что вот эти вещи Им наверное надо показывать И не только эти Может быть Ну чтобы Да Заявлено да Что там будут представлены Материалы и доказательства Которые ну в принципе Не должны оставлять сомнений А еще Надо Еще кое-что показать Надо наверное Арестовича показать Уже врачам Давным-давно Есть такой Если вы помните Советник У Зеленского Иногда Непонятно вообще Чем он занимается У него вообще советников много Тут вот Михаила Подоляка Объявил Что Украина Будет наносить удары По военным складам И базам На территории России Как только получит Тяжелое вооружение Которое они ждут От Запада Видимо Два советника этих Встретились Подоляк и Арестович Потому что Арестович Вообще обещает Какую-то Страшную битву Но не сейчас Битва у него Запланирована На лето Ну как всегда Он своим таким Голосом Психотерапевта Обрабатывает Украинскую Видимо аудиторию Свою паству Давайте послушаем Этот бред По новому Срокам Выходит Что к концу Мая Начало Июня Западное оружие Поступит в товарных Количествах Способны изменить Соотношение Силы средств На конкретном Участке Может быть На двух Может быть На трех И мы Начаться Где-то К средине июня Получим Я так думаю Боиспособные части Вооруженные Этим западным оружием Готовы переходить Наступление Короче Где-то Вторая половина Июня А скорее Июль Это запекли Бои А в смысле По-русски Ожесточенные бои Только украинская Армия Пойдет наступление Вот Арестович готовится К Ожесточенным боям Тут он накануне Еще и Приднестровье Грозился захватить Да То есть В общем Казань брал Что там еще Да Сейф не брал Киев уже заявлял Что за все Что несет Арестович Они ответственности Не несут Такие заявления были Там за все Что несет Любой представитель Киевского режима По-моему Никто ответственности Давным-давно Не несет Включая Зеленского Но тем не менее Это вот Они же работают На аудиторию Они работают В том числе На украинскую Аудиторию Которая Впитывает это Там на самом деле Как бы Им даже что-то пишут Я уж не знаю Там может быть Их же там Помощники этих советников Пишут хвалебные Комментарии Но Арестович Конечно мы не можем Не напомнить Он действительно Странный персонаж Некоторое время назад Он утверждал Что наверное До сих пор В этом уверен Что он изгнал дьявола Он встречал дьявола Изгнал его из мальчика Которого Его позвали Я так понимаю Лечить что ли То есть Тут на самом деле Абсолютная бесовщина И шарлатанство Вот так наверное Можно сказать Я просто напомню Давайте посмотрите Это надо видеть Да там был какой-то ролик Дьявол то есть На самом деле А это очень хорошо видно Я могу вам рассказать В случае своей биографии Я вам расскажу Про своего первого клиента Значит Меня приглашают В монастырь Такой под Киевщиной Где Четырехлетний мальчик С тяжелой формой рака Я захожу в келью В келье Такая прокинутая Тарелка с борщом С едой разбросан Тебе пытались кормить Разброшенные игрушки детские Келя закрыта Солнца нет Хотя день был такой Апресский солнечный И Четырехлетний ребенок Выгибается И кричит так Что Разбрасывает Четырех здоровенных Монахов Которые пытаются удержать Причем Рев такой Даже не медвежий Чисто демонский Такой Сатанистский Экзорцист Да Я сажусь на него Смотрю на него Я понимаю Что у него подселение В чистом виде Идет Я думаю Что же с этим делать Как бы да И вот прислушаюсь К внутреннему человеку Внутренний человек Мне говорит Я уберу за левую ручку И четыре с половиной часа Которые прилетели Как одно мгновение Я смотрю ему в глаза Я посмотрел на этого ребенка Я очень четко увидел Что он умрет Что ему не Не выжить То есть бороться за здоровье Бесполезно Я думаю А за что же бороться А бороться за В каком состоянии сознания Он уйдет Конечно И вот это вот То отгонишь этого товарища То он вернется То отгонишь То он вернется И так далее Но за четыре с половиной часа Мы его нафиг выгнали И я вернул ребенка Я вам скажу Что в этом взгляде Я увидел Ну вот когда было поселение Я увидел многое Я понял С кем я имею дело Так вот Этот ребенок умер На следующий день Но монахи мне сказали Что он умер Абсолютно Как вот Как легкое облачко Улетело светло И радуга стала Наддомом Ну вот это Для полноты Просто картины Описание этого персонажа Артист и экзорцист Фильм Константин Наверное посмотрел И решил стать Киану Ривзом Что ли А вообще конечно Но подселение у него Дьявола он выгонял Да Это сектанство В таком Самом диком Его проявлении Вспомните на самом деле С чего начинался Майдан Вернее начиналась Постмайданная жизнь С пастора Турчинова Кровавого пастора То есть вот это вот Околосектанство И такое глубокое Сектанство На Украине Да вообще Весь этот майданный режим Это какое-то Сплошное сектанство Ритуальные скачки И стоит ли После этого Удивляться Что огромное количество Людей действительно Они заразились Вот этим вот Ну это Тут не надо Наверное таких Прям глубоких аналогий Проводить Вспомните Как в 90-е годы В тяжелые 90-е годы У нас в России Здесь Различного рода Секты И коммерческие секты И религиозные Псевдорелигиозные секты Здесь плодились Просто как твари И затягивали к себе Людей Просто лишая их там Разума Ну в первую очередь Разума А потом уже Имущество А потом и того и другого Вот поскольку Украина Она так и не смогла Пережить кризисный период Постсоветский Она видимо Это на ней Это сектанство Оно так и прилипло К ней Потому что Весь режим какой-то Украинский Он стал сектанским И посмотрите Как говорит Зеленский Да Вот это уж тоже Тоже какой-то Он пытается изображать Из себя какого-то Чуть ли не проповедника Арестович Уже давным-давно По-моему Совсем С катушек слетел Поэтому Стоит ли удивляться Что такое огромное Количество людей Подверглось этой обработке И теперь Это сектанство Оно расползает На самом деле По миру Посмотрите на Эти нацистские Лозунги Которые они Ретранслируют По Европе Что Чему научила Эта секта Украинцев За все Ну хотя бы За последние 8 лет Или там за последние Не знаю За 21 век Допустим Да Или за 30 лет даже Научили Ничего не делать И майданить И вот эти майданы Они сейчас на самом деле Вносят Мы видим как Митингуют там Пытаются майданить Конечно не против Там американской власти Но в Нью-Йорке Майданить зачем Ну вот просто Это хорошо у них получается Байден вроде как Обещал Не так давно Что до 100 тысяч Украинских беженцев Они примут Знаете сколько Ну по официальным данным СНН Вот То ли в этом То ли в прошлом месяце Приняли Украинских беженцев Внимание Там сейчас по-моему Около полутора тысяч Они прибывают Байден обещал Принять Около 100 тысяч Приняли 12 Причем эти 12 Только Это те Кто еще до начала Специальной военной операции Подавал какие-то заявления Там Ну пытался Легализоваться в США Вот их они Пропустили И Есть Вроде бы Сейчас вот эта женщина Им объясняет Что есть некие правила Какие-то По которым они должны проходить На самом деле Правил Ну непонятно какие Поэтому в общем Украинские беженцы Они У них справедливое возмущение Горит Потому что они приехали Вроде бы как К своим же Братьям Да это они там Для них братья вроде как Получается А братья их Не хотят принимать И вот удивление Ехали-ехали Через океан Приехали А их никто не ждет Есть у них там программа В Америке Называется она Юнайтинг фо Украин И Обещают они Временное убежище Украинцам Но Что важно Об этом тоже Кстати американские СМИ сообщают Воспользоваться Этой программой Могут только Те беженцы Которые найдут Американского спонсора Попробуй найти Американского спонсора Остальные Никому не нужны То есть нужно найти Какого-то человека Который будет за тебя платить Готов будет Какую-то там Сумму Что-то вроде Залога Наверное И Тогда можно будет Находиться в США И тут только в течение Двух лет Кстати аналогичная программа Там вроде как В Британии действует Мы уже про нее тоже Рассказывали Там тоже Сначала вроде как Только к родственникам Пускали Потом пообещали расширить Все равно Забюрократизировали До предела И что там ждет Украинских беженцев 250 фунтов стерлингов Это вот то что им обещано Вот в Германии Например в Берлине Тоже они могут остаться Только если Они смогут доказать Что у них там Живут родственники И иначе Они будут перенаправлены В какие-то Другие города Может быть даже В другие страны И кстати На вокзале Берлина Звучат объявления Что будьте осторожны Там могут Быть Какие-то Находиться Злоумышленники Которые могут Воспользоваться Ситуацией С беженцами Вопрос только С чьей стороны Злоумышленники То есть это они под видом беженцев Туда приезжают Или В Польше уже сообщают Что задержали Группу украинцев Которые занимались Переправкой Беженцев Кстати вот сейчас интересно От Басурина Заявление По поводу Азовстали Что может находиться Генерал канадской армии Об этом заявил Представитель народной милиции ДНР Басурин Подождем Каких-то подробностей Что касается беженцев Да Задержали группу Фактически контрабандистов Человеческим товаром Чем занимаются беженцы Что их ждет Кроме 250 фунтов Теллингов В Британии Ну и наверное Каких-то еще там Может быть Вряд ли Больших выплат В других европейских странах Интересная информация Была опубликована Сегодня в соцсетях Мы не можем Подтвердить Или опровергнуть Якобы Ну очевидно Русскоязычный таксист Очевидно Русскоязычный Автор Этого ролика Представляется Как из Германии Таксист Подвозил украинских беженцев И рассказал Чем им там Предлагают заниматься Это на самом деле Можно опровергать Можно не опровергать Но это объясняет Почему В основном Они там занимаются Митингами Которые уже достали Самих европейцев Слушаем Смотрим на нашем канале Целую неделю Короче Ездят со мной Ну сегодня Решил я спросить у них Куда они ездят Каждый день Ну одна из них Говорит Ну как бы на работу Я говорю Почему Как бы Ну и она мне рассказала Такую историю Через пару дней После того как они сюда Приехали В лагерь Для приема беженцев Пришли какие-то Укроагитаторы И давай их уговаривать На то Чтобы они Ездили В большие города У нас рядом Мюнхен Аугсбург И протестовали Протестовали То есть Сначала Говорит Уговаривали Мы отказывались Предлагали деньги 50 евро За день Они им предлагали Они отказывались Говорит Хотим спокойно жить Короче Не трогайте нас На следующий день Пришли Те же Агитаторы Но уже Со списком Всех Беженцев Которые живут В этом Пункте Выдала им Администрация Этого лагеря Со всеми Паспортными Данными Со всем Короче Ну и говорят Они им Типа Если вы не с нами Значит вы против нас Ваши данные У нас есть Ваши родственники Живут в Украине Если не будете Делать то Что мы хотим Мы отправим В Украину Эти все данные И ваших родственников Там СБУ Зацепят И спросят Почему вы такие Несознательные Вот откровенный шантаж Если действительно Звучат такие угрозы Это Может быть можно Как-то понять Но а что заставляет И какими угрозами Там Или Какие мотивы У тех Кто предъявляя Украинский паспорт Пытается Там бесплатно Пообедать Где-то В кафе В ресторане Или Помнишь была история Как девушка Предъявляла паспорт Вместо проездного билета И удивлялась Я слышал действительно Там где-то у них Там были какие-то истории Что по паспорту Можно где-то ездить Но видимо не везде Ну и есть наверное тоже Ну вот есть небольшое видео Там где две женщины В Германии Пытаются пообедать Они еще долго не решаются Я так думаю А ты как думаешь? А потом ему говорят Ну какая разница А почему они на русском Опять говорят Их тут видят Первый в последний раз Почему бы не попробовать Вдруг по бесплатному Бургеру дадут Тут же говорят Переселенцев Можно прийти Показать Украинский Что, тебе стыдно? Да Ну что Ну что Ну можно Ну пошли узнаем А может можно Все будет возьмем А можно украинцев? Все это женщины Они еще стыдятся Они там решаются Ну то есть нормальные люди В общем-то Вот А Тоже были истории Из Молдавии По-моему Когда они приходили Набирали там По 30 гамбургеров У нас нет времени Сейчас Долго ждать Да Я просто Это еще ладно Бог с ним Что они там Сказали Украина Нет Украина не может Получить Отказали Да В этом фастфуде Накормить По украинскому паспорту Это на самом деле Не самое неприятное Самое неприятное Конечно Все-таки Проявление нацизма Вот это развешивание Повсеместное Нацистских Символов Чем занимаются Ну Как мы сейчас Предполагаем Теперь после вот этого Ролика Таксиста Не Может быть даже Не забесплатно Эти персонажи Потому что на самом деле Если вспомнить Майдан И третьего года И как всех остальных годов Там тоже многое было Вот за эти символические Вознаграждения Бригадиры получали указы Деньги Потом распределяли их Уже там Среди Своей паствы Извините Что применяю Это слово Вот молодцы Как в Армении Встретили Вот этих вот Майданщиков Короткий Совершенный ролик Посмотрим Мы Убежали Оставили свою родину Приехали сюда Чтобы что Вас Армения Приняла Вас Не тот Что не выгоняет Но Мы Против того Чтобы вы Поднимали символы Вражеского Нацистского Государства Вот так Встретили В Армении Встречные Митинги Мы кстати Во многих странах Также Встречают Но Понятно что Вот эти вот Майданщики Они на самом деле Конечно не ключевые фигуры Они лишь инструмент Как в общем Весь украинский народ Был долгое время Инструментом В руках Запада И в очередной раз Запад раскрыл Свои карты Ли Страс Небезызвестная Вот эта тетенька На танке Которая каталась Вдоль при Балтийской Границе Объявила что Война на Украине Это наша война Ну признала Открыто Что это все таки Запад воюет Ну как сказала Что победа Украина Это стратегический императив Тяжелое вооружение Танки Самолеты Все это Обещала изучить резервы И снабдить Укрепить Восточный фланг Альянса Про глобальное НАТО Сказала Ну Чего еще От них ждать Это понятно Министр Иностранных дел Британии Вот такие заявления Делают Вообще По дипломатической линии Там полная Беда на западе Здравомыслящие люди Конечно остались Оливер Стоун На днях Буквально сказал В общем Неглупые вещи Вспоминал Кеннеди Кстати Который в 63 году Говорил про мир Во всем мире Что это не должен быть Американский мир Навязанный с помощью Оружия Кеннеди Это ведь символ Америки Вот хорошие слова Сказал Но забыли Кеннеди Помнит не Убитого президента Другие идеалы В Америке Ну а Оливер Стоун Назвал Доберманом Америку Злым Доберманом Который занимается Сменой режимов Ну и 14-й год Как пример А у Добермана Есть видимо Послушные щенки Заблокированные На Азовстале Боевики Пытаются прощупать Обстановку И продолжают Вести огонь Об этом сообщил Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин По словам Басурина На территории Захарова Захарова Подчеркнула Что впервые Государство Член ООН Открыто Объявило О киберагрессии И ведении Кибервойны По сути Мы являемся Свидетелями Разгула Кибермахновщины В самом центре Европы Я знаю Как это будет Объяснено Будет объяснено Что это русские Хакеры Поэтому Имейте ввиду Не получится Выдать это За киберпреступления Совершенно с территории Российской Федерации Или гражданами К масштабной провокации В киберсреде Сейчас начата Подготовка Киевским режимом Соединенными Штатами Америки И коллективным Западом НАТОвскими структурами ЕСовскими структурами Мы это фиксируем Мария Захарова Напомнила О высказывании Украинского министра Цифровой информации Федорова О формировании Первой в мире Киберармии Численностью 300 тысяч Киберсолдат Накануне Федоров признал Что Украина Причастна к организации Более 660 Кибератак Против предприятий И учреждений России И Белоруссии А ранее Власти США Канады Великобритании Австралии И Новой Зеландии Предупредили Объекты Жизнеобеспечения Своих стран О якобы Готовящихся Кибератаках Из России Утверждалось Что из-за ситуации На Украине Они могут стать Целью Атак хакеров Москва Жестко Опровергла Подобные Предположения Что касается Атаки На российское Киберпространство То По словам Гендиректора Компании Закурен Алексея Раевского Не исключены Попытки Нарушить Работу Интернет-провайдеров Банков Объектов Имеющих Отношение К национальной Безопасности Я думаю Что мы от этого Защищены В той или иной Степени По крайней мере До сегодняшнего дня Каких-то Особых проблем Связанных С этим Не было А уж Говорить о том Насколько Мы защищены От каких-то Потенциальных проблем Довольно-таки Сложно Потому что Пока мы с этим Не столкнулись Нельзя Оценить Степень защищенности Две недели назад Российский МИД Сообщил о росте Компьютерных Атак на Россию Сотрудники ЖКХ Общественных Организаций Сферы Соцобеспечения И других Стали получать Вредоносную Рассылку От злоумышленников Которые заражают Персональные Устройства Вирусом А в марте Хакеры взломали Сайты ВСИН МВД МВД Минкультуры ФАС Минэнерго И ряда Других Крупных Российских Ведомств Вести ФМ И срочное Сообщение Владимир Путин Выразил Раджепу Эрдогану Признательность За содействие В реализации Обмена В аэропорту Анкары Ярошенко На Риды Сообщает Кремль Путин Эрдоган Обсудили Гуманитарные Аспекты Ситуации На Украине И в Донбассе С учетом Итогов Переговоров В Москве С генсеком ООН Гутерришем Это заявление Кремля Европейские потребители Наращивают Закупки Российского Газа Заявки К 28 Апреля Выросли До 63 Миллионов Кубометров Сообщил Официальный Представитель Газпрома Сергей Куприянов Сам Транзит Со стороны России Продолжается В штатном Режиме Тем временем Страны Которые Остались Без Российского Газа Из-за Нежелания Платить По новым Правилам Через Газпромбанк Переходят На так называемую Реверсную Схему Польша В пять Раз Увеличила Обратные Поставки Голубого Тополева Из Германии По Газопроводу Ямал Европа А Болгария Надеется На газ Из Греции Почему Настотво 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 Газов Газов Шантаж Он нарушил контракты. При этом никто не обращает внимания на то, что «Газпром» не получил оплату за поставленный газ. И, кстати, этот вопрос еще остался. За поставленный газ надо все равно как-то заплатить. И после этого произошло отключение от поставок. Причем «Газпром» специально подчеркнул, что после получения оплаты поставки могут возобновляться. И это тоже такой интересный сюжет, когда Польша кричит, что ее сейчас пытаются заморозить, осуществляют газовый шантаж. Это, безусловно, давление. Но при этом, на самом деле, есть вполне понятная схема. Причем Европейская комиссия на прошлой неделе разъяснила, что эта схема на самом деле не нарушает. У нее там было такое сложное письмо, что она вроде санкции нарушает. Но если вы сами рубли не приобретаете, то мы можем считать, что санкции она не нарушает. То есть в этом плане схема вполне понятна. Европейская комиссия, как ни странно, в общем-то, так скрипя зубами, но можно сказать, что одобрена. Что мешает перейти на оплату в рублях? Ничего не мешает. Кроме желания как раз создать этот прецедент и скандал. При том, что Польша, компания ПГНИК, уже года два каждую неделю рассказывает, что российский газ не нужен, что контракт она продлить не собирается. И вдруг изображают такую оскорбленную натуру и говорят о том, что Россия их шантажирует и замораживает. Кстати, Польша все начало года закачивала газ в хранилище, а она готовилась к этому сюжету. Готовилась. Я думаю, что Польша как раз и рассчитывает зимой на то, что она по известной украинской схеме, когда Украина приобретала большие объемы словацкого газа, по той же самой схеме, и она из этой ситуации выкрутится. Но скандал тоже сейчас идет. И скандал используется для как раз раскрутки вот этого сюжета, как может быть коварен по версии Польши, Болгарии и Газпрома. У Болгарии ситуация сложнее, потому что на самом деле ей тоже давали такие советы, как избавиться от российского газа, но эти советы пока еще в 1922 году не совсем реалистичны. Греции нужен тоже этот газ, и они там строят новый терминал, где у болгарской стороны есть доля в акционерном капитале, но терминала-то нет. Доля есть, а терминала нет. Азербайджанский газ еще не достроен, газопровод. То есть в этом плане у Болгарии сложная ситуация, но я думаю, что Болгария тоже не случайно выбрана как первая история в этом сюжете. Почему? Потому что из Болгарии идет Балканский поток, транзитный газопровод в Сербию и Венгрию. И это еще один сюжет для того, чтобы эту ситуацию взрывать. То есть в этом плане сейчас мы понимаем, что Европейскому Союзу в целом, а особенно отдельным государствам без российского газа не обойтись, но сознательно повышается градус вот этой истерики для того, чтобы создать ситуацию, знаете, такого как бы, ну как бы, наши ценности в опасности. Не думай о тепле, не думай о деньгах, когда на твоих глазах вентилем рушится демократия. Вот такой кривой сюжет, собственно, и пытаются изобразить, создать и надавить сейчас. Самое главное, надавить на те компании, которые должны в ближайшие недели принять решение о переходе на новую российскую схему оплаты газа. Ген-директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Симонов. Глава британского МИД требует от Запада увеличить траты на оборону. Ли Страсс заявила, что в будущем 2% от ВВП страны в фонд НАТО, от его участников, должны стать минимальным взносом, а не традиционным, как сейчас. По ее словам, Британия всецело поддерживает заявку Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Еще Ли Страсс пригрозила Китаю, пообещав стране санкции, сравнимые с антироссийскими. Подробнее о заявлениях наш лондонский корреспондент Елена Балаева. В бюджете Великобритании за прошлый год в строке НАТО стояла цифра в 2,3% ВВП страны. По сравнению с другими странами-участницами Североатлантического альянса Королевство отчисляло на нужной натовской армии много. Но и этого мало, заявила глава МИДа Ли Страсс в речи, которую сотрудники ее офиса называют программным выступлением. Оно определяет внешнюю политику Великобритании на ближайшие годы. 2% от ВВП на НАТО должны стать не максимумом, а необходимым минимумом, если Запад хочет защитить мир от российской агрессии, заявила Ли Страсс. Свободным странам необходимо объединить боевую мощь и экономическую безопасность, а также исключить Россию с Большой Двадцатки и усилить санкции, сказала в той же речи на собрании в Лондоне глава МИД Великобритании. К слову, это был пасхальный банкет в резиденции лорд-мэра Лондонского Сити. Цитата. Архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине. Большая Двадцатка не может функционировать в качестве эффективного экономического органа, пока Россия находится за столом. Конец цитаты. Вместе с экономическим давлением на Москву ТРАС предлагает западным странам вдвое увеличить военную помощь Украине, а также не оставить в стороне другие страны-соседки России и начать отправку военной помощи в Молдову и Грузию. И если Швеция и Финляндия все-таки решатся вступить в НАТО, сделать процесс их интеграции очень быстрым, заявила Ли Страсс. Новый бюджет Великобритании представят только осенью, но пока, в отличие от главы британского МИДа, премьер страны и главный казначей не спешат заявить о возможных повышающихся тратах на оборону. Наоборот, всячески это отрицают. Отдельную главу уступления Ли Страсс посвятила Китаю, предупредив его, он должен играть по правилам, если не хочет, чтобы против него были применены те же санкции, что и против Москвы. Цитата. Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая, как о неизбежности, мы сами делаем работу за Китай. На самом деле, его подъем не является неизбежным. Он не продолжит расти, если не будет играть по правилам. Китай нуждается в торговле с группой семьи. Мы представляем около половины мировой экономики. И мы можем делать выбор, сообщила Ли Страсс. Китай обычно очень сдержанно реагирует на заявления главы британского МИДа. И вообще на заявления западных политиков. Вот и в данном случае он пока хранит молчание. Ирина Балаева, Вести ФМ, Лондон. Мировую экономику ожидает сильнейший за последние полвека кризис. И проблемы не в ситуации на Украине и антироссийских санкциях. В чем проблема, разбиралась Екатерина Косинец. Последствия экономических санкций, введенных против России, только верхушка айсберга, накопленных десятилетиями проблем. Аналитики Международного валютного фонда утверждают, что санкционные войны и масштабный инфляционный кризис – только начало пути к краху мировой экономики. В системе снабжения и поставок ожидаются еще более серьезные потрясения. Их дополнит глобальный долговой кризис, налогово-бюджетный кризис и кризис потоков капитала. Причина, по мнению экспертов, в том, что последние годы в мировой экономике лечили симптомы, а не заболевания. Каждую возникающую проблему пытались разрешить отдельно, упуская, что процессы взаимосвязаны. Так, сегодняшний рост цен на топливо лег на почву, подготовленную накопленными долгами, развивающейся инфляцией, пандемией и угрозами климатических изменений. На этом фоне усиливается риск раскола мировой экономики на геополитические и экономические блоки, что сведет на нет обеспеченные несколькими поколениями общественные и экономические достижения, разрушит систему международных экономических отношений, которая создавалась последние 75 лет. Инфляция усилилась за счет резкого роста цен на сырьевые товары, дисбаланса спроса и предложения еще до начала российской военной спецоперации. С одной стороны, чтобы затормозить инфляцию, Центробанком неизбежно придется повышать процентные ставки. С другой, ужесточение финансовых условий будет препятствовать экономическому росту. При всем этом, налоги необходимо будет отрегулировать таким образом, чтобы общая задолженность не росла. Происходящее на нефтяном рынке аналитики называют «холодной войной». Страны-потребители оказались в неравных условиях. Теперь цена барреля зависит не только от сорта и затрат на доставку, но и от положения поставщика на мировой арене. Отказ от российской нефти – политический жест, который будет стоить дополнительных расходов. Но не все смогут себе это позволить. Для таких стран, как, например, Индия, покупка у России позволит сэкономить до 40 миллиардов долларов в год, а это полтора процента ВВП страны. По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году энергоносители подорожают вдвое, а на остальные товары цены вырастут почти на 20%. Есть вероятность, что через некоторое время стоимость товаров будет снижаться, но к прежним значениям уже не вернется. Конфликт на Украине может привести к сильнейшему за последние 50 лет кризису, считают эксперты. Крупнейшие поставщики топлива, удобрений и зерновых – Россия и Украина. И теперь, заключают специалисты, рост цен на сырье неизбежно станет причиной глобального товарного шока. Екатерина Косинец, Вести. В этой получасовке поговорим об экономике, о финансах, о том, что происходит с рублем, с иностранными валютами и со ставкой Центробанка, которую завтра будет обсуждать Совет директоров, вернее, расскажет о результатах. И поговорим с финансистом, членом Президиума Совета по внешней оборонной политике Александром Лосевым. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и если возможно, хотел прокомментировать вот самые последние заявления Белого дома Соединенных Штатов по поводу выступления сегодняшнего Байдена. Байден будет новой инициативы по антироссийским санкциям вечером озвучивать. И, в частности, в Белом доме говорят, что Байден предложит упростить использование замороженных активов физлиц, но имеется в виду россиян, для оказания помощи Украине. Он решил попросить об одобрении пакетов законам, которые помогут администрации использовать конфискуемые активы физлиц, связанных с Россией, для оказания помощи киевскому режиму. Напомню, накануне Палата представителей Конгресса одобрила такой законопроект, хотя потом New York Times газета поспешила сообщить, что это проект, он чисто символический, это резолюция. Но вот вполне возможно, что сегодня Байден озвучит, что все активы российских предпринимателей, всех, кто связан с Москвой, и, я так понимаю, что не только в США, но и в странах-сателлитах Соединенных Штатов, будут изыматься, будут продаваться каким-то образом, и в дальнейшем вот эти вырученные деньги будут переправляться в Киев. Насколько реален такой сценарий? Ну, этот сценарий мало реален, потому что он перечеркивает всю историю капитализма. Скажем так, частная собственность – это то, что было с вещами всегда. И активы предпринимателей, или активы граждан, пусть даже страны, которые с вами воюют, вот конфискация этих активов, использование их для каких-то других вещей – это то, что делают третьеры. То есть Байден сейчас предстоит пойти, пойти либо по пути Гитлера, и перечеркнуть все, что было за последние 200 лет сделано в Америке, все, что за последние 800 лет было в Англии, когда священная корова частной собственности. И это было основой того, что был выстроен финансовый центр, и сначала в Великобритании, потом в Соединенных Штатах. Мы уже видим, как беспосределные финансовые санкции, введенные против России, угрожают ослабить господство долгов. Замечают даже в Международном аморитном фонде, вроде бы глобальные финансы, созданные специально Соединенными Штатами, и так далее. И вдруг он заявляет, честно и объективно, что попытка финансовых санкций и пропискации денег России как раз угрожает реально долговой системе, а использование долгов как качество оружия войны лишает его будущего, как основной мультимизорных расчетов. Да, прошу прощения, Александр Вячеславович, не очень хорошая связь. Сейчас вас перенаберем и продолжим с вами беседу буквально через минуту. Ну, в заявлении Белого дома по поводу выступления Байдена, вот что говорится, что Госдеп, Минюст и Минфин США будут совместно принимать решение об использовании активов, замороженных, цитирую, в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений. То есть, по сути, любой актив, российский, либо связанный с Россией, на территории США, либо на территории стран, которые подчиняются США, они могут быть заморожены, отобраны, проданы, и деньги будут переправлены, собственно, в Киев для того, чтобы покупать то самое вооружение, которое США и их союзники поставляют киевскому режиму. То есть, цепочка просляживается абсолютно логичная с точки зрения Белого дома, но нелогичная с точки зрения российских предпринимателей и с точки зрения экономической теории и практики, поскольку это действительно просто будет откровенный грабеж, как случилось с золотовалютными резервами нашего Центробанка, когда средства заморожены, это 300 миллиардов долларов. Заморожены, кстати, их судьба до сих пор и неизвестно, поскольку наш Центробанк пока только готовит иски в суд, чтобы, ну, по крайней мере, первое разъяснить, что будет дальше, ну и второе попытаться разморозить, то есть забрать их с иностранных счетов. Ну и другая проблема, это заводы, предприятия, которые наши бизнесмены достаточно активно строили в последние годы, в том числе и на территории Соединенных Штатов, выводили туда активы, переводили производство, но не исключено, хотя сейчас речь идет пока, да, о неких там предметах роскоши, как вчера заявляли в Палате представителей Конгресса США, что будут продавать предметы роскоши, которые принадлежат россиянам, ну, наверное, какие-то особняки, виллы, коттеджи, какие-то финансовые активы, но что будет с предприятиями, тоже очень большой вопрос. Не получится ли так, что мы, глядя на то, как некоторые западные компании из недружественных стран уходят из России, мы предлагаем всевозможные какие-то льготные условия, не получится ли так, что кроме предметов роскоши, отобранных у российских предпринимателей, предлагается продавать, но еще и предприятия, которые наши предприниматели организовывали в США, в других странах, которые сейчас ведут против нас такую не совсем лицеприятную политику. Александр Вячеславович, вы вновь с нами на связи? Да. Есть ли риски? Я сейчас рассказывал слушателям, что, по крайней мере, Белый дом заявляет о том, что речь идет о активах, замороженных, цитирую, в связи с коррупцией, нарушениями санкций, мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений. То есть список, по каким причинам могут отобрать и продать имущество то или иное, он просто безграничен. Может ли это коснуться, помимо вилл, яхт и всего остального, предметов роскоши, в том числе и предприятий, которые наши предприниматели, в том числе и с западным капиталом, открывали в США и в других недружественных странах? Не получится ли? Да, вполне возможно, что они пойдут по такому пути. Здесь предел безумия, он безграничен. То есть его просто нет. И это будет еще одним серьезным ударом по Соединенным Штатам. Как я начал говорить, что финансовые санкции введены против России и угрожают ослабить господство доллара, потому что когда доллар становится оружием экономической войны, то все страны стремятся найти альтернативу для расчетов. То же самое здесь. Прецедент, все же привыкли, что англосаксонское право, прецедентное право, будет очень плохим не только для российских компаний, российских предпринимателей. Там же еще и предприятия, которые делали китайские бизнесмены, китайские компании, европейские компании, южнокорейские компании. В Америке достаточно большое количество автопрома представлено как раз иностранными компаниями. и Huawei, и так далее. То есть огромное количество американской индустрии, то, без чего они и так-то еле выживают, потому что только 10% американского ВВП приходится на производство, а 80% — это сфера услуг. Вот они и этого лишатся. Да, ну я предлагаю все-таки дождаться, что конкретно скажет Джо Байден, сегодня вечером, озвучивая очередные антироссийские санкции. По поводу ослабления рубля, ослабления доллара, вы сказали, да, когда, ну что вот эта акция, эта мера, если она случится, да, экспорпиация, продажа активов, которые Соединенным Штатам не принадлежат, она в том числе и может ослабить серьезно доллар. И есть, сейчас появились разговоры о том, что вполне возможно привязка к золоту нашей национальной валюты, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал, что в России будет разработана и испытана новая финансовая система, которая предполагает привязку к золоту и валютным ценностям. Изменение способа привязки национальной валюты является условием обеспечения экономической безопасности России. То есть цель — сделать вот эту новую привязку рубля к золоту к иным ценностям, то есть обеспечить рубль теми товарами, которые за рубль можно купить. Тогда будет рубль стоить столько, сколько товаров в России за рубль можно получить. Эксперты говорят, что это приведет к укреплению рубля и нанесет еще один удар к доллару. Технически вот эта привязка к золоту, как она может выглядеть, насколько это осуществимая идея в ближайшее время? Ну, только к золоту, наверное, не получится. Хоть бы потому, что рублей надо будет все больше и больше. Перед нами перспективы инвестиций и развития собственной экономики, причем такими очень серьезными темпами, потому что выиграть ту тотальную экономическую войну, против которой против нас развязал Запад, мы без сильной экономики не сможем. И вот этого золота, видимо, не хватит. Как бы рубль будет слишком крепкий, либо, точнее, наоборот, ну, как бы, нужно больше наполнения. И вот наполнением это будет, скорее всего, не только золото, но и... Говорится, иные ценности. Вот иные ценности, что будет? Да, вот иные ценности, я считаю, что это как раз наша нефть, газ, наши товары, нашего экспорта. Потому что, как только президент Путин сказал о том, что мы переходим с Европы в расчетах за газ, за рубли, вот как раз с этого момента и наступил по-настоящему звездный час для российского рубля. И решение президента Путина о переводе «Путин же заказ» оказалось поистине стратегическим. И вот сейчас мы как раз и наблюдаем, как Евросоюз это принимает. И сразу же после этого, ну, например, или даже в это время, швейцарский банк, один из крупнейших банков, Credit Suisse, написал, что мы являемся свидетелями рождения новой британцовской системы, появления валют, обеспеченных реальными товарами. которые будут конкурировать, причем успешно конкурировать, с валютами, товарами необеспеченными. Фиатными валютами, которые можно печатать бесконечно, ну, или можно было печатать бесконечно, такие как доллар и евро. И вот сейчас, когда появляется рубль, обеспеченный нашими товарами, возможно, и Китай подумает о том, что и юань, в принципе, он обеспечен всем тем промо-производством, которые там есть. Вот эти валюты в будущем отберут на себя, то есть станут расчетными валютами, ну, рубль станет, видимо, региональной расчетной валютой, юань может быть даже мировой расчетной валютой, но это создаст новый мировой денежно-кредитный порядок, основанный на валютах, обеспеченных, обеспеченных реальными товарами. Поэтому я считаю, что у нас рубль может быть обеспечен и золотом, и энергоносителями, и тем, что мы производим. Не сырьевые товары, зерно там. Ну, да. Как это было когда-то? Просто золото — это универсальный эквивалент. Почитали исследователи, что за более, ну, почти две тысячи лет с времен императора Тиберия вот на золотую монету Ориус, это где-то 7,4 грамма, и на эквивалент стоимости такого же кусочка золота сейчас можно купить одну и ту корзину товаров. Примерно одинаковый набор. Там оливковое масло, рыба, мясо, сыр, хлеб, ткани, вино. Что тогда при императоре Тиберии, что сейчас в современной Европе. И пришли к выводу, что за две тысячи лет инфляции в золоте нет. Ну, и вечный металл, да, хранится, и ничего с ним нет. Ну, проблема в золоте только одна. Мировая финансовая система, мировая экономика настолько сейчас превышает то количество золота, которое есть, которое добыто, что золота просто не хватит для того, чтобы обеспечить всю мировую торговлю. Вот как раз нужны иные товары. Поэтому, скорее всего, корзина будет наполняться рубль, рубль будет обеспечен чем-то еще. Куда рубль может укрепиться? Вот сейчас дилеммы перед нашим Минфином. Вот мы видим, что текущий курс сейчас 72,30 примерно, 72,35. Ну да, сегодня был утром рекорд. Впервые с марта 2020 года евро опускался до отметки 76, доллар падал до 72, сейчас чуть отскочили валюту, но так или иначе отметки достаточно впечатляющие. Да, да. И вот я почему говорю, что решение президента Путина о переводе платежей за газ, оно было стратегическим. И реально рубль стал новый, то есть рубль обрел новое наполнение. И сейчас это наполнение просто реализуется. Куда это будет двигаться, зависит сейчас действительно от решения наших монетарных властей. То есть с точки зрения бюджета Минфин не заинтересован в сильном укреплении рубля, но с точки зрения экономики и перспектив экономики сейчас необходимо, чтобы рубль еще укрепился, чтобы успеть, пока против нас не ввели там 105-й пакет санкций, успеть закупить оборудование, успеть закупить комплектующие, успеть закупить какие-то технологии для того, чтобы здесь разворачивать производство. Те технологии, то оборудование, те товары, которые в будущем будут под очень большим вопросом под риском. Ну и в соцсетях сегодня шутят, вот курс комментируя нынешний, что, конечно, это очень круто, это максимум и с марта 2020 года, но тогда можно и цены, наверное, в магазине тоже снизить до уровня марта 2020 года. Все-таки пока инфляция и по прогнозам будет выше 20%, несмотря на укрепление рубля. А вы знаете, вот вышла макростатистика буквально вчера, инфляция у нас уже 17,7. И самая большая проблема у нас с инфляцией в том, что импорт, конечно, он становится дороже, но из-за того скачка курса, который мы наблюдали в феврале, в марте, и из-за очень дорогой логистики, очень дорогой доставки. Вот если мы сейчас будем локализовывать здесь что-то, если мы переключим цепочки поставок на страны Южно-юго-восточной Азии, то может быть мы сейчас приведем инфляцию к уровню 15% в год, а возможно и ниже. Именно поэтому я считаю, что завтра Центральный банк снизит ставку как минимум до 15%, то есть еще на 2%, хотя рынок уже закладывает финансовый рынок эту ставку на диапазон 10-12, то есть это уже уровни, когда экономика начнет оживать. Я вот тоже обратил внимание на один сигнал по поводу ставки ключевой завтрашнего заседания Банка России Совета Директоров. Вот на сигнал такой обратил внимание, после поручения президента Минфин заявил, что готов снизить ставку по льготной ипотеки на 3% пункта с 12% до 9% годовых. И можно ли предположить, что вот это завтрашнее, ну, скорее всего, ожидаемое снижение Банка России с 17% будет не 200 базисных пунктов, не до 15%, а все-таки до 14%. Если ориентироваться вот на эту ставку льготной ипотеки, как один из, ну, может быть, маркеров, может быть, я ошибаюсь. Есть ли повод ЦБ агрессивнее понижать процентную ставку, чтобы, ну, если не оживить, то дать знак экономике, что скоро можно будет брать кредиты на приемлемом ставкам? Ну, вот мое личное мнение, то да, есть повод даже сразу снизить на 12%, сразу на 5% понизить, потому что сейчас мы понимаем, что иностранные спекулянты здесь заблокированы, по сути, или они не могут сюда вернуться, или их средства заблокированы, у нас сейчас все контролируется, контролируется отток капитала, это значит, что давление на рубль из-за изменения ставок принципиального не будет, но при этом нам нужно понимать, что перед экономикой очень серьезный вызов, и чем быстрее ставка нормализуется, да, она будет ниже инфляции, да, это считается плохо, когда номинальная ставка нижняя инфляция, тогда реально отрицательная, но если мы увидим подъем экономики, то это самый лучший антиинфляционный фактор, потому что когда у вас деньги работают не на покупку импорта, а на производство здесь, когда они инвестируются в какую-то производственную мощность, в инфраструктуру, куда-то еще, то они не влияют на вот эту базовую корзинную инфляцию, да, они по-другому работают, и смотрите, вот тут пример западных стран, когда печатали, печатали, печатали доллары, там, триллионы долларов, инфляция была около нуля, да, потому что деньги уходили, ну, либо на фондовый рынок, либо недвижимость, либо еще на какие-то проекты, но нужны проекты, и вот возможно нам придется сейчас срочно создавать еще один контур денежно-кредитный контур. Вот Николай Платоныч Патрушев в своем известном всем интервью в Российской газете как раз написал не только про золотое обеспечение рубля, но и про контурную систему. Действительно, нам нужен еще один контур денежного обращения, защищенный и от санкций, и от спекулятивных атак, где будут иные процентные ставки намного ниже, чем те ставки, которые есть на финансовых рынках, для того, чтобы запускать производство, для того, чтобы запускать инвестиции. И чтобы отдача от этого, вот на самом деле нам кажется, что государство может потерять деньги бюджетно, спонсируя ставки. Нет, на самом деле, если даже государство будет давать по 4% годовых, но это производство начнет работать и платить налоги, налоговую ставку 18. Обеспечивать рабочие места. И обеспечивать рабочие места, это еще и фонд социального обеспечения, фонд и так далее. И получается, что отдача... Отдача будет больше, чем вот субсидирование этой ставки. Понятно, спасибо большое Александр Вячеславович, Александр Лосев, финансист, член президиума Совета по внешней оборонной политике, был с нами на связи, обсудили некоторые текущие важные из области экономики. Джо Байден сегодня представит инициативу, которая позволит изымать активы российских предпринимателей и направлять их на нужды Украины. Об этом сообщил Белый дом. В пресс-релизе есть разъяснение намерения американского президента. Он хочет попросить Конгресс США расширить полномочия по конфискации зарубежной заблокированной собственности в рамках ужесточения санкций России в отношении России. Приводятся суммы к настоящему времени страны-члены Евросоюза, которые считаются у нас недружественными, отчитались о замораживании активов в объеме свыше 30 миллиардов долларов, в том числе судов, вертолетов, недвижимости и произведений искусства на сумму почти 7 миллиардов долларов. Все это принадлежит российским предпринимателям. Десятки яхт были конфискованы странами-участницами рабочей группы РЕПА, многосторонний такой орган Запада, который занимается поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкции собственности. И Минфин США заявил, что ввел санкции в отношении морских и воздушных судов стоимостью более миллиарда долларов. Все это заблокировано. Также заморожены авуары, то есть некие денежные активы, либо бумажные активы, акции, облигации в объеме сотен миллионов долларов, которые принадлежат российским элитам и находятся на счетах в американских банках, заявляет Белый дом. Что означает это для, ну, в первую очередь для российских предпринимателей и создает ли это прецедент в международном праве, мы поговорим с экспертом, у нас на связи президент Российской Ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин. Анатолий Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Что поправляет Байден вот этим предложением в Конгресс? Ведь блокировка была, но, я так понял, не доходило до собственности предпринимателя, либо там какие-то другие есть нюансы? Трудно сказать, я еще пока не ознакомился с этим документом, но что могу сказать? Что касается мотивов, тут мотивы могут быть разные или, так сказать, причины. вопрос в том, что одно дело, когда принимаются законодательные меры о блокировке, там, замораживании и иных каких-то действиях по отношению к собственности иностранных там, юридических или физических лиц. И другое дело, так сказать, когда уже принимаются меры по их изъятию, так сказать, передачи, там, и так далее, и так далее. То есть, видимо, вот речь идет о втором этапе, когда уже одной, так сказать, одних этих, так сказать, как бы предупредительных мер недостаточно, поэтому он переходит к мерам, уже таким пресекательным, исполнительным и так далее. Но я должен сказать, что с точки зрения права, это действие не в коем случае незаконное. Государство может применять вот подобного рода законодательные и исполнительные меры только в исполнении резолюции Совета Безопасности ООН. Поскольку, поскольку американцы, Байден и его команда, они сами определили, так сказать, кто что нарушает и сами приняли соответствующие решения, поэтому эти решения нелегитимны. То есть надо понимать, что у наших собственников, у российских предпринимателей, бизнесменов, иных лиц, которые владели этими активами, так сказать, имуществом и так далее, у них сохраняется право на подачу риска в том, если в американские суды, или, если они обратятся к государству, государство может, так сказать, оказать содействие им в создании каких-то международных структур арбитража и так далее, с целью возвращения соответствующего имущества как изъятого или, так сказать, замороженного вот на отсутствие каких-либо законных оснований, потому что у американцев нет никаких прав в отношении имущества других лиц. Здесь бывает, ну, международное право признает возможность реквизиции в случае необходимости в случае вооруженного конфликта, но в мирное время вот так вот произвольно брать и нарушать чужое право собственности это противоречит и принципу верховенства права, который в американской конституции, как они утверждают, закреплен, и вообще американскому законодательству. Поэтому я думаю, что у наших граждан юридических лиц российских будет возможность защищать свои права вот в американских судах. Ну, насколько успешно это будет происходить большой вопрос, поскольку, как вы сказали, администрация Госдеп США уже сам себе стал ООН. Тут уточняют в Белом доме, что по имеющимся сейчас в штатах законам могут конфисковывать доходы, полученные в нарушении санкций, но не могут конфисковывать собственность, используемая для нарушения санкций. То есть это могут быть не только скажем так вот имущества, которое есть, яхты, самолеты, виллы, но и вот я предполагаю, да, это танкеры, которые везут российскую нефть, зерно и так далее. Возможно ли такой вариант, что средство имущества перейдут на имущество юрлиц? Понимаете, в чем дело? Я думаю, что вот американские, вы правильно сказали, американские в самом начале, о том, что американская судебная практика, она ведь основана на прецеденте. поэтому, если бы были такие подобные рода случаи, так сказать, когда такого рода акты, так сказать, ну, обжаловались, так сказать, в судах или других инстанциях, то в таком случае, так как бы, так сказать, стало ясно, есть здесь возможность или нет. Я просто что хочу сказать. Когда вот мы говорим об этих законах и санкциях, которые приняты, есть, возможно, и другой вариант, так сказать, когда не нужно жить только сегодняшним днем. Дело в том, что права собственности не только на имущество, но и на какие-то иные активы, там, которые могут быть у бизнесменов, они же, так сказать, не исчезают после того, так сказать, как какое-либо государство конфискало. Поднять вопрос о легальности, о законности вот этих принятых мер всегда можно и в американских судах, так сказать, и в других судах. Здесь возможности будут, потому что, я повторяю, если бы эти американские юрисдикции, надо понять, что она распространяется на американские... Анатолий Яковлевич, понятно, что пока не создан прецедент, пока не поданы иски, сложно понять, что будет дальше. Большое спасибо Анатолий Капустин, президент Российской Ассоциации Международного Права, доктор юридических наук объяснял предложение Байдена распродать активы российских предпринимателей. Россияне, живущие и работающие во Франции, столкнулись с неожиданными трудностями. Банки блокируют их счета, многие не получают вовремя зарплаты, социальные выплаты и компенсации даже по медицинским страховкам. Русские ассоциации получают угрозы. Известны случаи, когда российские номера на автомобилях раскрашивали в желто-голубые цвета. Рассказывает наш корреспондент во Франции Александр Зуев. Вернувшись на днях во Францию из Москвы, я обнаружил на автоответчике звонок от моего банковского консультанта с предложением связаться с ним, чтобы срочно назначить встречу. Никаких видимых причин для этого не было. Затем на электронной почте я увидел требование прислать в банк клиентом, которого я являюсь уже 18 лет, копию моего вида на жительство во Франции. Такие проверки, коснувшиеся также моей дочери студентки, стали закономерностью после того, как Евросоюз ввел санкции против России. И зачастую банки ведут себя совсем не так любезно, как в моем случае. На это обратила внимание даже французская пресса. Статьи о том, как выходцам из России отказывают в открытии счетов, блокируют денежные переводы, в том числе зарплаты, социальные пособия, опубликовали Фигаро, Францинфо, ЭКО и многие другие СМИ. В них приводятся примеры, как россияне, а порой и граждане Франции со славянскими фамилиями, буквально оказываются без средств к существованию, потому что банки сначала замораживают средства на их счетах и лишь потом начинают проверять, не являются ли эти их клиенты, честно работающие, исправно платящие налоги, русскими олигархами, попавшими под санкции. Так Фигаро рассказывает историю двух женщин, Ольги и Марии. Одна начальник юридического отдела международной американской компании, два года назад получившая французское гражданство, другая мелкий предприниматель, уже шесть лет живущая в Париже. Обе надолго были лишены доступа к своим деньгам, не могли платить ни за квартиру, ни за коммунальные услуги и были вынуждены экономить на всем, чтобы как-то протянуть до тех пор, пока банк не разберется в ситуации. Живущему уже десять лет во Франции россиянину Арсену банк отказал в уже согласованном ипотечном кредите, даже не дожидаясь, когда он предоставит необходимые документы. Более трех тысяч студентов, выходцев из России и Белоруссии, подписали петицию, обращенную к руководству Банка Франции, министру экономики и финансов, а также дирекции банка Societe General с требованием прекратить дискриминацию по национальному признаку. В петиции в частности говорится, большинство из нас в данный момент не может переводить деньги между своими счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои карты. Многих из нас фактически оставили без средств к существованию. Упомянутые в петиции Банк Societe General и БНП Paribas отличаются особой дотошностью, чтобы не сказать нетерпимостью в отношении своих русских клиентов. Специалисты объясняют это тем, что в 2018 году Societe General а четырьмя годами ранее БНП заплатили многомиллиардные штрафы, чтобы избежать судебного преследования со стороны США за нарушение экономического эмбарго в отношении Кубы, Ирана и Судана. И теперь, обжегшись на молоке, банкиры дуют на воду. Тем не менее, по словам партнера адвокатской конторы Кортье Мейнелл Шнеллер, куда обратилась группа россиян, пострадавших от действий французских кредитных учреждений, есть чувство, что банки проявляют излишнее усердие в проведении решений Европейского Союза насчет санкций. При этом, подчеркивает Мари Лор Кортье, последствия сказываются на людях, которые уж точно не являются русскими олигархами. К тому же блокировка банковских счетов лишь часть проблем, с которыми сталкивается русская община во Франции. Так газета Фигаро приводит пример сообщения пришедшего на автоответчик русского дома в Ницце. Катитесь отсюда, вы все мафия, сдохнете. Подобное оскорбление и угрозы получает и настоятель православного собора в Ницце. А одна из русских женщин, с которой общалась корреспондент газеты, сказала, «Теперь, когда меня спрашивают, откуда у меня этот милый акцент, мне становится страшно. Я не хочу признаваться, что я русская». Александр Зуев, Европейское бюро Вести ФМ, Франция. Большой формат Водители теперь могут оформить ДТП без ГАИ с помощью сервисов страховых компаний. Никаких дополнительных приложений устанавливать не придется. Страховщики уверяют, что вся процедура займет не больше 15 минут. Еще один плюс, заполнять Европротокол можно сразу на двух мобильных устройствах. Раньше оба участника ДТП должны были делать это с одного телефона. О новой введениях нашей радиостанции рассказал заместитель генерального директора страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов. Отказать выплате могут в том случае, если кто-то попытается смошенничать. Например, попытается таким образом имитировать ДТП, устроить постановку, спектакль, отфотографировать. И вот если страховая компания докопается до того, что это была постановка, тогда, конечно же, откажут. И не просто откажут, а еще и привлекут к серьезной ответственности, передадут материалы соответствующим органам. Но в целом у нас достаточно много идет обращений уже по Европротоколу. Он стал нормой жизни, люди привыкли его оформлять. И это возможность еще упростить процедуру взаимодействия со компанией, подавая это заявление дистанционно, а самое главное оформляя его и фотографируя. Вот в чем, собственно, здесь революционное достижение-то. Дело в том, что раньше можно было только в приложении помощника ОСАГО оформить дистанционно с тем, чтобы получить выплату по максимуму. А максимум у нас по Европротоколу это, значит, и в принципе по ОСАГО до 400 тысяч рублей. Это если есть фото, видео, всяческая фиксация и привязка к месту действия. Время и место. Вот раньше только по этому приложению, а теперь этот модуль передали разработчики РСА всем страховым компаниям все страховые компании в свои собственные приложения, которые они предлагают установить своим клиентам. Надо каждому иметь свое приложение в телефоне. Вот это можно будет делать теперь уже не в этом приложении сложном, а практически каждому у кого есть приложение своей страховой компании. Вы будете там фотографировать и будете заносить все эти фотографии, которые фиксируют реальное обстоятельство дела, В это приложение страховая компания будет получать эти данные, и, соответственно, у вас будет возможность получить возмещение в полном объеме без вызова сотрудника ГИБДД. До этого, напомню, если не было вот этих средств фото-видео фиксации с привязкой к географической точке, то выплата производилась до 100 тысяч рублей. С выше 100 тысяч, если видите убыток, вызывайте ГИБДД. Вот теперь будет проще. Заместитель генерального директора страхового общества Реса Гарантия Игорь Иванов.